Здравствуйте! Вы смотрите Давича в студии Ксения Фрик. И вот о чем мы расскажем сегодня. Расширят границы. Микрорайон Чистые пруды планируют застроить. Как будет выглядеть район будущего? И вот здесь уже будет современная школа. По-новому. Видели ли вы пешехода издалека без светоотражающих? Нет, нет, нет. Плохо вам было видно, да? Как пешеходам стать заметнее? Сотрудники дорожной полиции провели безопасный эксперимент. Она еще не расписана, у нее сделана только голова, лицо. Она еще будет подписана, будут глазки нарисованы. Она лысая еще. Почему сердце питерского художника холодное? Театр кукол готовится к новой премьере. Микрорайон Чистые пруды будет расширяться. Городские власти уверены, что через 5-7 лет там смогут проживать около 40 тысяч человек. Построить планируют не только жилые дома, но и социально важные объекты – школы, детские сады и поликлиники. Подробнее о планах развития района расскажет Екатерина Зубарева. Это макет застройки микрорайона Чистые пруды перед вами здесь. Так будут выглядеть чистые пруды через 5-7 лет, планируют городские власти и строители, которые занимаются возведением объекта. На сегодняшний день в микрорайоне построено более 310 тысяч квадратных метров жилья. Открыто два новых детских сада. В планах построить школы. Проектирование первое из них уже началось. Постараемся ее к летнему периоду, эту новую школу, проект уже иметь, зарегистрировать ее, как положено, значит, в Москве. И вот здесь уже будет современная школа по новому проекту. Строительство многоэтажек также продолжится. В планах возвести в микрорайоне еще около 200 тысяч квадратных метров жилья. В итоге население Чистых прудов составит около 40 тысяч человек. С опережением графика идет и строительство путепровода в Чистых прудах. Глава города Владимир Быков отметил, менее года назад работы здесь только начались, а сейчас уже виден конкретный результат. Отмечу, что в этом году на строительство путепровода из федерального бюджета будет выделено 625 миллионов рублей. Сегодня у нас в стране в связи с тем, что сложная экономическая ситуация, такие объекты останавливать не будут. Может быть, по срокам у нас уйдет куда-то там по финансированию. Но то, что он будет финансироваться, так же, как и водовод. Мы видим, что водовод у нас там переносится в сроки, уменьшается финансирование, но проект этот продолжается. Ведется работа и жителями, чьи дома попадают под снос при строительстве объекта. Это около 270 человек, 80% из которых – собственники. Муниципалам будет предоставляться жильё городом, а собственникам будет выплачиваться денежная компенсация. Компенсация будет произведиться независимо от сельщикам стоимость, и в соответствии с этим будет заключаться соглашение о приятии. Напомню, что общая протяжённость путепровода составит 1580 метров. Закончить строительство должны к октябрю 2018 года. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. На безопасность дорожного движения Кировская область потратит 200 миллионов рублей. На эти деньги установят новые дорожные знаки, автобусные остановки и нанесут разметку общей площадью около 700 квадратных метров. В этом году особое внимание планируют уделить безопасности пешеходных переходов, особенно вблизи школ и детских садов. В Дорожном комитете области сообщили, освещение автодорог и установка светофоров – это главная задача на 2016 год. Уже запланировано строительство линии освещения протяжённостью 5 километров от улицы Производственной в сторону поста ДПС. Возможно, в районе ТЭЦ-5 также появится светофор и два подземных пешеходных перехода. А пока сотрудники дорожной полиции предлагают пешеходам самим заботиться о безопасности. Зачастую в сумраке на дорогах города люди становятся невидимками. Только с начала этого года уже произошло 43 наезда на пешеходов. Как показывает практика, часто водители просто не замечают людей на дороге. Как стать заметнее, расскажет Никита Тузов. Среди местных жителей и водителей пешеходный переход на 11-м километре советского тракта уже давно пользуются дурной славой. Очередная авария, рассказывает инспектор дорожного движения Ирина Невидничья, произошла здесь неделю назад. В темноте водитель внедорожника просто не заметил 28-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате наезда она получила травму. Пешеход полностью сливается с окружающей средой в тёмное время суток. Его просто не видно. Водитель, как бы он ни хотел, каким бы он осторожным ни был, он пешехода не увидит. С инспекторами дорожной полиции народной дружинник Артём Пиков согласен. Сейчас он сам водитель, но до появления автомобиля был таким же пешеходом. И часто добирался домой пешком, по трассе в районе Посегова. Постоянно передвигался на автобусах, на пешеходных переходах тоже переходил дороги. Приходилось всякое переходить. Люди не останавливались, всякие нарушители бывают. Но всё равно убеждаешься. Не думаешь на водителя, а сам думаешь о самосохранении. Как опытный загородный пешеход, он сразу согласился принять участие в эксперименте. Для начала необходимо определить, насколько человека видно на переходе в обычных условиях, без светоотражателей. Экспертное мнение высказывали сами водители. Видели ли вы пешехода издалека без светоотражающих или нет? Без светоотражающих, нет, не видно. Плохо вам было видно, да? Во второй раз полицейские выдали Артёму различные светоотражатели. Браслеты, значки, наклейки на одежду и брелоки. Результат налицо. Водители заметили пешехода издалека. Поэтому и сбрасывать скорость они начали задолго до перехода. Светоотражающие значки, они предоставили вам возможность увидеть пешехода, да? При этом отмечают инспекторы особенно эффективные отражатели белого и желтого цвета. Найти их можно в магазинах канцелярских товаров и газетных киосках. А специальные светоотражающие ленты, которые пришиваются к одежде, продаются в большинстве торговых точек со швейной продукцией. Никита Тузов, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича. В Кирове может появиться надземное метро. Житель Санкт-Петербурга Ренат Бичурин разработал проект, по идее которого в 75 городах России должен появиться новый вид общественного транспорта. В список попал и Киров. Отметим, что по задумке автора строительство метро будет за счет частных инвесторов. А для пассажиров поездки станут бесплатными. Сейчас федеральное правительство рассматривает это предложение и параллельно еще ведется сбор подписей, пока проект поддержали более 2000 человек. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В январе областная казна пополнилась более чем на 3 миллиарда рублей. По информации Министерства финансов, доходная часть бюджета региона за месяц исполнена почти на 6% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма увеличилась почти в полтора раза за счет увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений с федерального бюджета. Сотрудники полиции ищут неизвестного мужчину, который 23 февраля похитил из микрофинансовой организации около 20 тысяч рублей. Злоумышленник с предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис по адресу улица Ленина, 101 и под угрозой применения насилия заставил сотрудницу отдать ему деньги. После получения наличных мужчина брызнул девушке в лицо из газового баллончика и скрылся. На вид подозреваемому 18-25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза светлые. Всем, кто опознал мужчину, необходимо позвонить в полицию по телефону 77-52-12. Конфиденциальность гарантируется. Евгений Гришковец снова приедет в Киров. В нашем городе известный драматург, режиссер и актер представит новый спектакль «Шепот сердца». По признанию самого Евгения, это одна из самых странных его работ. На сцене актер предстанет в образе сердца, которое будет задавать зрителям вопросы. Кроме того, в создании самого спектакля мог принять участие любой желающий. Деньги на создание и установку декораций собирали с помощью пользователей интернета. Премьера в Кирове состоится 27 марта в Драмтеатре. Сколько животных в области и почему сердце у питерского художника холодно? Расскажем во второй части нашего выпуска. Кировчане могут снять фильм и выиграть ценные призы. В год российского кино, парк отдыха и развлечений для детей и взрослых «Юркин парк» объявляет конкурс на лучшее видео. В первую очередь жюри будет оценивать не работу оператора или монтажера, а идею. В пятиминутном фильме необходимо показать, как можно хорошо провести время со своей семьей и друзьями в «Юркин парке». Приветствуются видеоработы с большим количеством действующих лиц. Неожиданные режиссерские решения, интересная история и яркий финал. На съемку всем желающим дают 6 месяцев. Победители получат главные призы – однокомнатную квартиру в чистовой отделке в жилом микрорайоне «Ёлки парк» и автомобиль «Фольксваген». Кроме того, финалисты в различных номинациях получат современные телефоны со специальной ручкой для селфи. Итоги конкурса объявят 25 сентября. Об условиях акции, а также месте и порядке получения призов можно узнать на сайте yurkinpark.rf Это «Давича», продолжаем выпуск. В Кирове открылся новый ветеринарный участок. Он является структурным подразделением областной станции по борьбе с болезнями животных. Как сообщили в правительстве области, новая ветклиника оснащена современным лечебно-диагностическим оборудованием. В составе персонала только профессионалы своего дела. Работа будет идти по принципу полного цикла. Домашние питомцы смогут получить всевозможные терапевтические и лечебные услуги. Также будут проводить вакцинацию животных и оформлять документы. За медпомощью можно обращаться в специальный кабинет по адресу Орловская, 26. А вот диких животных, которые обитают в лесах Кировской области, редко кто лечит. Их чаще пересчитывают. Сколько белок, лосей и куниц обитает в наших лесах. По следам животных вместе с сотрудниками Министерства охраны окружающей среды отправилась и наш корреспондент Надежда Шабалина. Охотничьи лыжи, снегоход, тетрадь учеты и два дня. Все это необходимо для подсчета животных и птиц в лесах нашей области. И первым шагом стало заметание следов с помощью снегохода, чтобы старые отпечатки лап не перепутать с новыми. Затем на второй день они на лыжах идут пешком по этому маршруту и считают все следы. Записывают, на каком расстоянии они их встретили от начала учетного маршрута. И заносят это в блокнот, а затем заполняют учетную карточку. Ежегодный сезон подсчета начинается 1 января и заканчивается 29 февраля. За это время инспекторы успевают посетить более 30 лесных участков. Считать животных, уверены специалисты, необходимо. Цифры подскажут численность каких особей увеличилась, а каких наоборот сократилась. В целом у нас по большинству видов все достаточно неплохо. То есть основной вид у нас ценный в хозяйственном отношении – это лось. Его численность у нас растет. Если в 2000 году она была у нас 11 тысяч, то на сегодня, по нашим оценкам, она у нас где-то на уровне 27-28 тысяч особей. В принципе, беспокойство у нас не вызывает. По словам специалистов охраны окружающей среды, подобный процесс трудоемкий. Но на сегодняшний день пока это единственный способ понять, какие животные и в каких количествах обитают в лесах нашей области. Вот здесь вот целую тропу мы видим набеганные. Вот как бы характерный заячий след. Две передних лапы, вот он. За сегодня удалось увидеть следы зайца и белки. Эти данные будут внесены в общую численность по всей области. Результаты зимнего сезона будут уже известны в начале апреля. Надежда Шабалина, Даниил Кочкин, Бюро новостей Довича. Кукла-великан и два десятка деревянных лестниц. Театр кукол готовится к премьере «Холодное сердце». Сейчас в цехах активно идет работа. Для героев спектакля шьют костюмы и строят декорации. За процессом следит художник-постановщик из Санкт-Петербурга. Подробности у Анастасии Шерстневой. Она еще не расписана, у нее сделана только голова, лицо. Она еще будет подписана, будут глазки нарисованы. Она лысая еще. Осталось лишь раскрасить лицо и пришить волосы. И персонаж нового спектакля в театре «Кукол» готов. Художник-постановщик из Санкт-Петербурга Роман Вильчик приехал в Киров на две недели, чтобы подготовиться к премьере. Будущую героиню постановки он срисовал с реального человека, случайной попутчицы в метро. А это великан Михель, главный злодей, который высоту достигает двух с половиной метров. В основном это фанера, поролон и обшивается это все замечательно мастерами, трикотажем. Премьера постановки «Холодное сердце» по сказке Вильгельма Гауфа запланирована на апрель. Но в цехах уже вовсю идет подготовка к спектаклю. За полмесяца мастерам необходимо доделать 11 кукол, чтобы артисты могли начать репетиции. Сейчас работы находятся уже на финальной стадии. Они, скажем так, несложные, но трудоемкие. То есть на одну куклу хватит достаточно много времени, потому что это ручная работа от начала до последних стадий. Это не просто лестницы, а элементы декораций. В сценографии используются около 20 деревянных конструкций, которые, к тому же, во время показа будут вращаться. Лестницы, как всегда, это некое стремление. Почему-то. И вот Петер, главный герой, тоже к чему-то хотел стремиться, и это его погубило. Премьеру «Холодного сердца» покажут 8 апреля. Постановка рассчитана на зрителей старше 12 лет. Анастасия Жорснева, Александр Брызгалов. Бюро новостей «Давича». Сегодня «Родина» сыграет предпоследний матч. Игры первого этапа чемпионата России среди команд Суперлиги подходят к концу. Уже совсем скоро станет известно, какие команды пройдут в плей-офф и продолжат борьбу за победу. Шансы у наших игроков пока еще есть. «Родина» находится на седьмой строчке турнирной таблицы. Но для выхода во второй этап чемпионата необходимы только победы. Сегодня кировские хоккеисты на домашнем льду сыграют с лидерами турнира – Хабаровским с Каневтяником. Игра обещает быть напряженной. Начало в 19 часов. Такой была эта пятница, 26 февраля. В ближайшие минуты выпуск бюро новостей «Давича» появится на сайте девятка.ру. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию «Давича» по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и хороших выходных.